Уважаемый Александр Григорьевич, дорогие друзья, считаю важным и символичным, что переговоры с президентом Белоруссии сегодня, в День космонавтики, прошли именно здесь, на космотроме Восточный. Народы наших стран гордятся тем, что совершённый Юрием Алексеевичем Гагарином 61 год назад первый полёт человека в космос открыл новую эру. Эру освоения космического пространства. В этот знаменательный день мы с Александром Григорьевичем посетили ключевые объекты Восточного, это командный путь, пункт, стартовая площадка ракетного комплекса «Ангара», пообщались с сотрудниками космодрома, а также встретились с лётчиками-космонавтами, которым только что, ну совсем недавно, несколько часов назад, были вручены высокие государственные награды России. Всё, что мы увидели в ходе посещения Восточного, все успехи в освоении космоса в последние годы свидетельствуют о том, что наша страна сохраняет своё лидерство в космонавтике, является одним из лидеров в этой области. А российская космическая отрасль динамично развивается, опираясь на масштабный научный и технологический задел, созданный за минувшие десятилетия. Важно, что нам с белорусскими друзьями удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований. Наши страны реализуют совместные программы, и мы будем и впредь всемирно укреплять взаимодействие в этой важнейшей сфере. Отмечу, что 1 апреля, накануне Дня единения народов России и Белоруссии, Александр Григорьевич в качестве председателя Высшего государственного совета Союзного государства вручил премии в области науки и техники. Их получили коллективы российских и белорусских учёных за совместные разработки в космической отрасли. Мы условились и далее поощрять такое сотрудничество, в частности, активизировать создание космической системы дистанционного зондирования Земли. Речь идёт об аппаратах оптико-электронного высокодетального видеонаблюдения. Они станут ключевым звеном формируемой в рамках Евразес интегрированной системы по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов. Ещё одно перспективное направление – привлечение белорусских специалистов к строительству космической инфраструктуры на территории России, в том числе на этом космодроме. В ближайшее время должен быть принят закон, который позволит гражданам и компаниям Белоруссии работать на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский Амурской области. Ну, здесь, где мы с вами находимся. Обсуждались и тема вывода на орбиту белорусского космонавта. Такой полёт может состояться уже в следующем году. Безусловно, в ходе переговоров мы подробно обсудили и целый ряд других актуальных двусторонних вопросов. Как ближайшие союзники мы выстраиваем отношения на незыблемых принципах взаимного уважения и поддержки, на традициях дружбы и добрососедства, подкреплённых общей историей, духовными и культурными ценностями, тесно-тесными родственными узами. Белоруссия – наш ведущий торгово-экономический партнёр на пространстве СНГ и четвёртый в мире для нас. По итогам 2021 года товарооборот вырос более чем на треть – до 40 миллиардов долларов. Убеждён в нынешней ситуации, когда западные страны развязали против России и Белоруссии тотальную санкционную войну, важно углублять нашу интеграцию в рамках союзного государства. И мы в этом с Александром Григорьевичем солидарны. Будем и далее, сообща, противостоять любым попыткам затормозить развитие наших стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики. Я думаю, что это абсолютно бесполезно. Россия и Белоруссия тесно связаны между собой экономически, традиционно, как я уже говорил, многими узами, нитями, в том числе в рамках промышленной кооперации. И этот номер в отношении нас, безусловно, не пройдёт. Уверен, что мы станем только сильнее, поскольку будем развивать собственные компетенции и не собираемся самоизолироваться, что важно. Нашими правительствами и профильными ведомствами налажена работа по импортозамещению и обеспечению бесперебойного функционирования финансовых и товарных рынков. Среди приоритетных задач союзного строительства – унификация и гармонизация регулирования взаимной торговли, устранение административных и технических барьеров, создание равных возможностей для российских и белорусских граждан для бизнеса. Именно на это направлены утверждённые 4 ноября 2021 года Высшим Госсоветом 28 отраслевых программ. Сегодня мы с Александром Григорьевичем отметили, что выполнено уже более 30% из намеченного до конца 2023 года. В частности, в банковской сфере определены подходы к формированию единой денежно-кредитной политики, валютного регулирования, интеграции национальных платёжных систем. Подписан договор о гармонизации таможенного законодательства. Прорабатываются вопросы запуска Межгосударственного центра по управлению финансовыми рисками. Создаётся интегрированная система администрирования косвенных налогов. Мы пошли навстречу нашим белорусским друзьям и обеспечили комфортные условия обслуживания выданных России кредитов. Рассчитываем, что это поспособствует укреплению всего финансового сектора Союзного государства. В энергетике завершено согласование проекта Международного договора по формированию объединённого рынка электроэнергии. Россия сохраняет самые благоприятные цены на нефть и газ, поставляемые в Белоруссию для внутреннего потребления. При этом расчёты за них переведены на российские рубли. Это позволяет минимизировать негативное влияние внешней конъюнктуры на положение граждан и промышленных предприятий Белоруссии. Близится к завершению совместное строительство белорусской атомной электростанции, второй блок которой будет введён в промышленную эксплуатацию до конца текущего года. В транспортной сфере мы запустили единую систему прослеживаемости товаров. Постепенно интегрируются информационные базы государственных контролирующих органов в области транспортного надзора. Намерены активнее развивать новые логистические маршруты на южном и восточном направлениях, чтобы гарантировать бесперебойный доступ нашей продукции за рубеж. Конечно же, обсудили и вопросы формирования единого оборонного пространства и обеспечения безопасности союзного государства. Проанализировали меры по защите западных рубежей, а также ход военно-технического сотрудничества. Уточнили планы совместных учений. Подробно проинформировал Александра Григорьевича о развитии специальной военной операции на Донбассе и Украине. И о ходе переговорного процесса по этой теме. Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов. Начать прямой диалог с украинской стороной стало возможным во многом благодаря личным усилиям президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов. В целом, мы с Александром Григорьевичем сегодня проработали практически по всем направлениям нашего взаимодействия. Руководителю президента Беларуси предстоит ещё посетить Владивосток. Президент намерен осмотреть культурно-образовательный центр, строящийся при участии специалистов из Беларуси, а также познакомиться с достижениями Дальнего Востока в социально-экономической и других областях. Уверен, что эта часть вашего визита, Александр Григорьевич, будет очень полезной и будет способствовать расширению и укреплению нашего взаимодействия. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые дамы и господа, прежде всего, позвольте мне искренне поблагодарить президента России Владимира Владимировича за тот приём, который был организован на этой земле. Это наша крайняя заинтересованность, нынешняя поездка на эту дальневосточную землю. Это потрясающий, необыкновенный край. Признаться, давно я хотел побывать здесь. Для меня это была некая романтика. Но то, что в День космонавтики ещё и довелось увидеть воплощение в жизнь такого проекта, как космодром восточный, только усилило наше общее впечатление всей нашей делегации. Это проект, как часто говорят, мирового уровня. Нет, это проект выше, чем мировой уровень. Никто нигде в мире такого проекта не осуществлял. Тема космоса – наша общая тема. В эпоху Советского Союза Беларуси внесли вклад в развитие космонавтики, ощутимый вклад. А в наше время мы с помощью Брятской России сумели не только возродить прежние компетенции, но и наработать много новых. В итоге Беларусь вошла в клуб космических держав. Фактически мы создали новую отрасль экономики, космическую, и мы горды этими успехами. Главное – видим перспективы дальнейшего движения. Это и развитие системы дистанционного зондирования Земли, по программе которой сегодня принято решение. Это спутниковая связь и немало интересных направлений сотрудничества в этой сфере. Да и пришло, наверное, время открыть дорогу в космос новым белорусским космонавтам. Я благодарен президенту за то, что он поддержал эту инициативу. Более того, принял решение вместе с руководителем Роскосмоса о финансировании подготовки и запуск космоса нашего космонавта. Безусловно, как сказал президент, мы самым детальным образом обсудили другие актуальные вопросы двусторонней повестки – политические, дипломатические, экономические и, конечно же, военные, оборонные. В нашей современной истории столь опасных и сложных моментов во взаимоотношениях с Западом еще не было. Знаете, обсуждая проблему, о которой сегодня говорят все, я это особо подчеркнул в разговоре с президентом России, и это мое заявление не на голом месте было озвучено. Но, если бы только с военной операции Россия хоть чуть-чуть запоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар по соседним областям. Что это возможно, мы сегодня четко в этом убедились. Поэтому, если кому-то не имется, и он кричит, что не туда влезли, не тогда начали, не там начали, ну тогда вы, пожалуйста, на весы положите вот этот гвалт, и то, что можно было бы получить, опоздай хотя бы на полмесяца или месяц. Этим все сказано. Это как в Буче. Вот мы обсуждали эту политику, все кричат, ну надо было ввести очередной пакет, нам это известно. Мы сегодня обсуждали подробно эту их спецоперацию, психологическую операцию, которую провели англичане. Если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки их, на которые приехали в Бучу и как это делали, ФСБ России может представить эти материалы. Если нет, то мы можем в этом плане помочь. Вместе с российскими нашими друзьями мы полностью с первого до последнего часа раскрыли эту гадкую, мерзкую позицию Запада. Мы когда-то с вами решили, что холодная война закончена. Та страница перевернута, и мы будем жить в новом, цивилизованном, справедливом мире, основанном на взаимопонимании и торжестве международного права. Мы так думали, Запад так не думал. Не уничтожили они тогда нас, решили попробовать теперь. Эта острейшая, опаснейшая ситуация, в которой мы оказались, не возникла из ниоткуда, сама по себе. И Вашингтон, и Брюссель годами планомерно шли именно к такой развязке. Сегодня совершенно очевидно, что столкновение, увы, было не избежать. Более того, я уже сказал об этом выше. Это просто был вопрос времени и места. Еще раз подчеркну, с отягощающими последствиями, если бы опоздали. Правительство Беларуси и России подготовили объемные пакеты мер по преодолению, в том числе, санкционного давления, поддержки экономик, развитию, кооперации и, самое главное, импортозамещения, перенастройки логистических цепочек и переходу на новый механизм сотрудничества на внешнеэкономическом поле. Реагируя на текущие проблемы, мы уже сегодня должны смотреть завтрашний день, ну как здесь и происходит. Закладывать принципиально новую экономическую стратегию развития строительства союзного государства на долгосрочную перспективу. Говорят, что мир уже никогда не будет прежним. Это правда. Тем, кто очень хотел бы вернуться назад, ну как они говорят, в комфортную для себя среду, можем сказать прямо, надо об этом забыть. Современный мир, жестокая борьба, столкновение цивилизационного масштаба. На Западе, кстати, на этот счет иллюзий никогда не питали. Кстати, когда-то в Европе был один крупный деятель, который 30-40-е годы прошлого века тоже пытался установить свой новый порядок. Чем все это закончилось, мы хорошо знаем. Поэтому, думаю, и в Вашингтоне пора вернуться в недалекое прошлое. Наши отцы тогда и прадеды, наши деды выстояли. В итоге победили. Победимы мы, как это бывало много раз, за нашу общую тысячелетнюю историю. Спасибо за внимание. Владимир Владимирович, вопрос скорее к Вам сначала. Вы сказали, что символично, что Ваша встреча с Александром Григорьевичем Лукашенко прошла именно здесь, на космодроме Восточный. Александр Григорьевич добавил, что этот проект выше, чем мировой уровень. Вопрос, в принципе, такой. Начнем, наверное, с ремарки. Мы-то обнаружили, что президент Александр Лукашенко единственный из глав государств, зарубежных государств, который был здесь. Это, на наш взгляд, достаточно символично, на такой объект пригласить. И символично и для Беларуси, и для России. Но такой стереотип бытует. Мы часто с этим сталкиваемся, особенно в России. Вы уж простите за откровенность. Но бытует мнение, что мы такие, какие-то младшие братья все-таки. Насколько это уместно в свете последних событий, в свете последних лет об этом говорить? Не знаю, но лично хочу Вас спросить. Скажите, пожалуйста, а насколько для Вас стала Беларусь дорога в свете последних лет и событий? Спасибо. Я бы сделал акцент на втором слове. Не младшие, а именно братья. Но мы всегда так относились к Беларуси. И ничего за последние месяцы здесь не изменилось. У нас и не было сомнений в том, что если нам кто-то подставить причёт, то это Беларусь. Так было всегда на протяжении многовековой нашей совместной истории. Мы особенно это не различаем, где заканчивается Беларусь, где Россия, где Россия и Беларусь. Мы, так же, как ни странно это прозвучит сегодня, я всегда об этом говорил, мы три единые народы, Украина и Беларусь, и Россия. То, что происходит на Украине, трагедия, без всякого сомнения. Но Александр Григорьевич правильно сказал, выбора не оставили. Просто не было выбора. Вопрос только был во времени. Когда начнётся? Вот и всё. А что касается Беларуси, то я уже свою позицию высказал. То, что здесь находится сегодня Александр Григорьевич Лукашенко, это не случайно. Это лишний раз, а, подчёркивает особый характер наших отношений, и, б, здесь в значительной степени всё связано с прагматизмом, в том числе и с прагматизмом самого президента Беларуси, которая неоднократно ставила вопрос о том, чтобы принять участие в возведении таких крупных объектов, высокотехнологичных, как космодром. Ну, у нас закон соответствующий был, запрещающий иностранным, юридическим и физическим лицам принимать участие в работе в закрытых территориальных образованиях. Но мы этот закон поменяли, как вы знаете. Меняем сейчас. Он прошёл уже Думу, должен пройти Совет Федерации. И, безусловно, будет подписан мной. Но и хотел бы отметить и другую сторону. Мы сами, Россия, заинтересованы в привлечении специалистов из Беларуси, причём и строителей рядовых, и специалистов, инженеров, учёных, потому что наша программа совместной деятельности, я уже об этом говорил, в космической сфере, она имеет несколько компонентов. Это не только участие белорусских строителей вот здесь, в работе, в этом комплексе, на космодроме, но и создание космических аппаратов, работа в рамках пилотируемой космонавтики. И мы будем дальше это развивать. На Беларуси сохранены компетенции соответствующие. Вот мы сейчас разрабатываем один из аппаратов, один из спутников, который будет совместно разрабатываться в научных центрах ЭКБ, а финальная сборка будет осуществляться в Беларуси. Поэтому это органично, что мы продолжаем ту кооперацию, развиваем ту кооперацию, которая бы создавалась ещё в советское время. Но мы будем делать это на новой, конечно, базе. И ещё раз подчеркну, то, что именно с Беларусью мы делаем, и даже вот в закрытых территориальных образованиях, это символично и подчёркивает лишний раз нашу близость. Я извиняюсь, Владимир Владимирович, журналист наш задал вопрос с тем акцентом, что вот мы младшие братья, и мы какие-то не такие. Никогда так вопрос не ставился. И никогда президент России белорусов или меня там не называл младшим братом. Это моя терминология, как вы знаете. Я всегда где-то полуштя, где в шутку, где всерьёз говорил, ну что, младшие братья. Если кто-то нам говорил, или Владимир Владимирович по первости как-то неуютно себя чувствовал, когда я так говорил, тогда я ему говорил, ну а чего ты расстраиваешься? Младший брат, значит, в любой момент и практикует его старший брат, но обязательно поможет. Поэтому в этом был большой смысл. Это не в том плане, что раз мы младшие братья, значит, мы безрукие. Да нет, сегодня президент в нашем разговоре тет-а-тет, когда мы были один на один, перечислил все те компетенции, он сейчас в общем сказал об этом, которыми владеет младший брат. Это был увесистый список. Возьмите, благодаря России мы сегодня являемся космической державой. Но непримимые тогда решения о развитии космических технологий, мы бы не были технологически так развиты. Президент здесь говорил в первой встрече с работниками этого цеха, что космос – это локомотив, который за собой тащит целые сферы экономики, в высокотехнологичные сферы. У нас, Советского Союза, школа была неплохая. Россия от нас не ушла, она нам помогла. Мы запустили пару своих спутников, они до сих пор работают и давно окупились. Дальше, атомная станция – это высочайшие технологии. Со старшим братом мы создали эти высокие технологии в Беларуси, построив атомную станцию. И нас, россияне, старшие братья, научили строить такие атомные станции. Дальше, БНБК. Знаете, самые передовые биотехнологические процессы. Четыре завода в мире. Мы создали эту корпорацию в Беларуси. Оборона. Очень важно. Президент скромно об этом сказал, но мы уделили большое внимание в наших переговорах обороны, обороне Беларуси и России. Вы знаете, создали общую группировку, общую армию на Западе. Нас сейчас дубасят не меньше, чем Россию. Вы знаете, агрессоры, агрессоры и прочее. А они что, не знали, что у нас общая армия? А если общая армия, она не воюет? Один кусок там, другой сидит дома и так далее. И я этого не скрывал. Во второй день операции, которую Россия проводит в Украине, я прямо сказал о наших функциях в этой операции. Помните, я сказал, мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку. И в этом была суть нашей операции, нашего участия в этой операции. Поэтому мы видим, что происходит. Мы видим, как американцы не только Украину, а нашу западную соседку Польшу и Прибалтику подталкивают к противостоянию Беларуси. Так вот, младшему брату в этой ситуации, если нужно, старший брат поможет. В этом смысл, а не в том, что старший брат – это все, а младший ничего не может и не умеет. Так вот, четвертое направление, которое мы создали, и этим гордимся – ракетостроение. Президент еще на прошлой встрече мне пообещал. Вы знаете, мы делаем более современную ракету. В рамках существующего международного права. Он мне пообещал помочь в этом плане, чтобы мы не телепались годами при создании управления этой ракетой. То есть я много могу перечислять компетенций, которыми обладает младший брат. Одна из них – это строительная отрасль. Когда-то я президенту России сказал, давай мы поможем в данном случае. Приехал Дмитрий Рогозин, вот он здесь присутствует, приехал ко мне. Мы с ним обсудили, что мы можем здесь сделать. Мы можем и промышленно строить объекты, и социальную инфраструктуру. И то, что президент Сеоне пригласил президента другой страны на этот абсолютно секретный объект, и вы вместе со мной приехали, это говорит о высочайшем доверии со стороны старшего брата. Поэтому я особо не парюсь по этому поводу и не переживаю. Старший, младший, мы нашли общий язык. Будут жить здесь, я забыл о всяких санкциях. Вот мы будем работать по всем направлениям. Никакие санкции нас не наклонят и с пути не собьют. И вам советую, не переживайте. Пусть младший брат, но вместе. Здравствуйте. Мария Сидибер, Россия. Сегодня я хотела спросить по экономике, как те беспрецедентные санкции все-таки отражаются на экономической ситуации, как вы оцениваете это сейчас в макроэкономике, в микроэкономике, как справляется банковский сектор. Может быть, дополнительная поддержка каким-то отраслям еще требуется. И нет ли риска, что в каких-то отраслях ситуация в ближайшее время может ухудшиться из-за санкций, а также как это может отразиться на интеграции союзной с точки зрения экономики? Мы уже говорили на этот счет неоднократно, могу повторить, наверное, только то, что уже сказано было раньше. Тот блиц-крик, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся. Это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично. Конечно, есть проблемы, иначе ставка бы не выросла от Центрального банка до 20%. Но, как вы знаете, ЦБ приняло решение о снижении этой ключевой ставки. И, в общем, это соответствует тем макроэкономическим параметрам, которые сложились. Оказалось, что российская экономика, финансовая система достаточно прочно стоят на ногах. Я думаю, что вот этот тренд на сохранение макроэкономических показателей, спокойная, ритмичная и профессиональная работа экономического блока, она даст о себе знать в ближайшее время. Хотя, конечно, мы понимаем и видим риски, связанные с логистикой, связанные с расчетами. Это очевидно. Но очевидно также и то, что экономика России достаточно стабильно работает и эффективно. Ну, я не буду все повторять, это вы сами хорошо видите, и курс доллара вернулся к параметрам до начала операции и так далее. Хотя в среднесрочной и долгосрочной перспективе риски могут нарастать, и они во всяком случае наши противники России собираются и дальше усугублять свою деятельность. Но, с другой стороны, здравый смысл, на мой взгляд, тоже должен как-то расставлять акценты. Ну, например, нам создают проблемы с логистикой, с заходами в порты, со страховкой судов и так далее. Мы только что это обсуждали на примере отрасли удобрений. Но если наши партнеры западные ничего здесь менять не будут, то объемы российских и белорусских удобрений на мировом рынке сократятся. Отрасль наша найдет, куда все это деть, уверяю вас. Потому что многие страны, которые мы не относим к разряду недружественных, заинтересованы в получении российских и белорусских удобрений. Без этого не может быть продуктивного сельского хозяйства. А если не может быть продуктивного хозяйства, то тогда не будет и достаточного продовольствия в мире, на мировых рынках. И так уже рост происходит цен на продовольствие, даже до всех этих событий, о которых мы сейчас говорим. И так рост значительный. Рост цен на некоторые виды удобрений в три раза превышает докризисный уровень. В три раза. И продолжает расти. Все это, в том числе, связано с ошибками западных стран в сфере энергетики и в газовой сфере. Потому что первоначальным компонентом для производства многих удобрений является природный газ. Вот все это завязано в цепочке, довольно сложно развязываемые сегодня. И не нами созданные проблемы. Но если еще наши партнеры будут усугублять ситуацию в финансовой сфере, в страховой, в сфере перевозок, в том числе морским транспортом. Ну чего, ситуация будет усугубляться в том числе для них. Ведь недостаточный объем продовольствия, либо запредельно высокие цены на мировых рынках приведут к голоду в целых регионах мира. А это неизбежно. Следующий шаг – это новые волны эмиграции, в том числе и в европейские страны. Ну, не знаю, мне кажется, что здравый смысл все-таки должен возобладать. И я очень на это рассчитываю. Но если нет, то тогда вот в такой сфере, о которой я сейчас только что сказал, убытки будут нести прежде всего те, кто инициирует такие процессы. Мы понимаем, что нам нужно дополнительные ресурсы выделять на поддержку отдельных отраслей. Мы понимаем, что в складывающейся ситуации самое правильное решение – разбюрокрачивание экономики, создание условий роста для новых производств на базе вновь создаваемых логистических цепочек. В этой связи могу сказать, что я очень рассчитываю на рост малого, среднего бизнеса, на инициативу, которая идет снизу, и на появление новых лидеров даже в России. Вот экономика обязательно приспособится к новой ситуации. Нельзя одно судно зафартовать, можно в другое. Нельзя в одну страну направить, можно в третью. Нельзя здесь закупить, можно закупить в четвертой стране. Это неизбежно. Мир сегодня сложнее, чем был в условиях Холодной войны, когда было два блока, и все перекрывалось какомовскими списками. Мир сложнее сегодня. И в этом сложном мире одной стране не удастся сохранить свое полное доминирование. Что сегодня происходит? Сегодня происходит слом той системы однополярного мира, которая сложилась после крушения Советского Союза. Вот что главное. Главное даже не трагические события, происходящие на Донбассе и Украине. Ведь это не главное. Много раз говорят, что Соединенные Штаты готовы воевать с Россией до последнего украинца. И там говорят, и у нас говорят. На самом деле так оно и есть. Вот в чем квинтэссенция происходящих событий. Экономика – часть этих событий, безусловно. Кто-то пытается сохранить свое доминирование, в том числе в экономике. Сделать это не удастся. Надо только посмотреть на тенденции развития мировой экономики за последние десятилетия. На объемы прироста экономики по паритету покупательной способности. Где лидеры? Каковы темпы? И все станет ясно. Поэтому лучше тем, кто вводит необоснованные ограничения, вовремя одуматься и принять спокойные, правильные, без всякой потери лица, сбалансированные решения. Вы знаете, Мария, я абсолютно поддерживаю мнение президента России, что эра многополярного мира закончилась. Однополярный мир не способен существовать. Будем исходить из простого. Любая система тогда будет более устойчивой, если она будет опираться не на одну точку опоры или на одну опору. Чем больше опор, тем устойчивая система. Что было бы плохого, если бы те же Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, как вторая точка опоры, Россия, Китай, возможно Индия. Если бы наша вся мировая система и наша планета держалась на этих четырех точках опоры, она что, менее устойчива была бы, чем опираясь на эту разрушительную, саморазрушительную одну опору в виде Соединенных Штатов Америки. Я думаю, этим все сказано. Что касается санкций, абсолютно поддерживаю, ничего хорошего в этом нет. Это лишние проблемы, это лишнее отнимает время. Да, мы отстроимся, мы найдем новую логистику, мы много чего нового найдем. Но на это надо время. И мы могли бы тратить это время на движение вперед, более быстрое движение вперед, нежели теперь. Нам приходится искать какие-то обходные пути, как-то выкручатся и так далее. Да, действительно, мир сегодня такой, что не получится кого-то придавить, а тем более такую огромную страну, как Россия, абсолютно самодостаточную. Но когда-то поверившую в глобализм и открывшие рынки для своих партнеров. Вот они себя повели соответствующим образом. Мы им говорим, хорошо, до свидания. Как в народе говорят, до свидос. Мы будем устраивать свою жизнь сами. И мы все можем. Мы очень много внимания сегодня уделили вопросам кооперации. Мы много говорили об общем рынке нашем. Я президент сказал, говорят, вот Беларусь, она не такая гигантская, как Россия, она поменьше. Но вопрос, мал золотник да дорог, вопрос не в этом. Вопрос, как часто говорит президент, в компетенциях. И смотрите, вот мы приехали сюда. Оказывается, у гигантской России есть интерес к нам в области создания космических аппаратов. Есть у нас эти компетенции, и Россия будет использовать их. И возьмите самое простое, строительство. В Советском Союзе Беларусь была школой для строителей. Самые лучшие строители были у нас в Беларуси. А куда они делись? Они и остались. И если мы сегодня по предложению президента Путина получим здесь подряд, в этом ничего плохого нет. Мы с Владимиром Владимировичем месяца 4-5 тому назад обсуждали проблему более технологичных производств. Ну, допустим, создание и производство полупроводников. Оказывается, мы нашли и в России, и в Беларуси немало предприятий, которые сейчас объединяем. Когда президент пообещал поддержать финансово, мы также постараемся. Знаете, интеграл и другие. И мы, как я часто говорю, ну пусть мы Дмитрию Рогозину не вот такую вот дадим плату и систему управления. Ну, чуть-чуть больше она будет. Но полетит, и корабль назад вернется. Ведь возвращался же в былые времена, вернется и сейчас. А потом мы их догоним и перегоним. Точно перегоним. Потому что мы полны решимости это сделать. И никому не мешаем работать. Поэтому кооперация, общий рынок. Вот мы производим в Беларуси, мы проанализировали. Какую-то номенклатуру, несколько тысяч позиций. И мы по предложению президента России, когда он сказал, вы дайте нам свои позиции, мы посмотрим, насколько они востребованы в России. Ни по одной позиции не было отказа. От продуктов питания до нефтепереработки, хотя это нефтяная держава и так далее и тому подобное. Холодильники, телевизоры, стиральные машины, порошки там, стиральные и прочее. Все, что мы производим, это сегодня востребовано в России. И слава Богу. Что касается финансирования, кредитования и прочее, Россия здорово нам в этой ситуации помогает. И вы знаете, все, что мы производим, мы можем продать здесь. А значит, нас устраивает российский рубль. Наконец-то мы стали торговать за российские рубли и газ покупать, и нефть, и прочее, прочее. Нас это устраивает. Мы имеем две позиции. Об одной сказал президент России. Это удобрение. У нас калийное, фосфорное, азотное. У нас это все есть. Поверьте, это время. Надо немножко времени, когда мир начнет голодать. И они поймут, что без удобрения урожая не бывает. Поверьте, мне уже как небольшому специалисту в этой сфере. Ну что, покуражились, покуражились. И американцы вынуждены были признать, что удобрения из России надо срочно пускать на рынки. Открыли эти окна. Правда, еще там в портах блокируют. Завтра поймут и это. Фермеры заставят. А скоро люди к этому подключатся. Ну и второй нефтепродукт. Мы тоже сегодня обсуждали проблему и договорились о том, что мы найдем решение этого вопроса. Мы уже нашли. И правительство Беларуси и России будут осуществлять решение двух президентов. Я бы вот еще добавил два слова. Конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве с высокотехнологичными экономиками. Это очевидная вещь. Здесь всем все понятно. Но в чем проблема? В ходе этого сотрудничества мы подсели на чужие технологии, на чужие высокотехнологичные продукты. Перестали развивать свои компетенции и свои инженерные школы на определенных направлениях. А в рамках системы, которая была сложена и до сих пор еще действует в мировой экономике, оказывается, возможны действия и шаги вне правил, о которых публично говорят. И самый лучший пример, о котором я говорил уже много раз, это наш самолет МС-21. Как только мы с этим высокотехнологичным продуктом продвинулись вперед, причем самостоятельно, сразу же шлеп и закрыли нам композитные материалы. Без всяких оснований. Для чего? Только чтобы затормозить. И чтобы наш продукт не вышел быстрее Боинга на рынок. Вот и все правила. Поэтому, да, безусловно, сложности неизбежны. Но есть и открывающееся окно возможностей, которое заключается в том, что мы вынуждены будем развивать свои компетенции и свою науку. И на этой базе двигаться вперед. Конечно, имея в виду и достижения других стран. Все двери, все окна никому захлопнуть не удастся. Добрый вечер. Александр Григорьевич, сегодня очень много говорили о белорусских строителях, о нашем космонавте, о новом спутнике. А если вот абстрагироваться от космической сферы и вернуться немножко к более приземленным темам, какие вопросы в белорусско-российских отношениях сегодня все еще требуют особого внимания президентов? Вы знаете, вниманию и анализу подвергнуты все направления нашей деятельности, которые раньше, скажем, не то, что не решались, а долго обсуждались. Нет той проблемы, которую бы поднял один президент или второй, или правительство наших стран, и им бы этим проблемам не было внимания. Ну, действительно, нет. И по газу мы сегодня говорили, вплоть до ценообразования, и по нефти вплоть до ценообразования. Более того, президент мне сказал, мы поддержим ваши нефтеперерабатывающие заводы, точно так, как оказывают поддержку в Российской Федерации. Правительство над этим работает. И общий рынок, и группы товаров, которые мы сегодня поставляем в Россию, Россия продает на общем пространстве, в том числе в Беларуси. И конкретные виды товаров, машиностроительные сферы и так далее, вплоть до сельского хозяйства. Как, где сеять? Кстати, это меня даже несколько удивило. Президент абсолютно посвящен в эти вопросы. Поэтому мы обсудили все вопросы довоенных. И вроде бы не было такого вопроса, который бы я поднял, я больше поднимал вопросов. Я бы не получил поддержку. Даже не положительную реакцию, а поддержку. Потому что я не могу тут сказать, что у нас есть какие-то проблемы. Проблемы будут всегда, но они решаемы, и мы их решаем. Владимир Владимирович, вы сказали, что рассказали президенту Беларуси про ход специальной операции. Скажите, пожалуйста, вы нам могли бы рассказать сейчас про то, что думаете про ход спецоперации вот прямо на сегодня? И в связи с этим еще один вопрос. Что вы думаете о ходе переговоров, которые идут между российской и украинской делегациями? И тоже в связи с этим, потому что все в связи с этим. История с Бучей, с Краматорском. Ведь очевидно же, что большая часть мира отказывается принимать логику российских объяснений, происходящего, происшедшего там. Скажите, пожалуйста, в чем тут ваша логика? И вчера вот канцлер Австрии заявил, что вы живете в логике военных действий, в логике войны. Ну и тут уж не до переговоров, да. Скажите, пожалуйста, в чем на самом деле ваша логика? Спасибо. И у меня короткий вопрос президенту Белоруссии. Владимир Владимирович Путин поручил Дмитрию Олеговичу Рогозину отправить белорусского космонавта в космос. Скажите, пожалуйста, вы себя не хотели бы попробовать? Спасибо. Хотел бы. Раньше думал, что старший брат может меня отправить туда и назад не вернуть. Сейчас уже я так не думаю. Так что хотел бы. Но у меня есть лично кого отправить. Поэтому я подумаю и над этим вопросом. Ход специальной военной операции идет по плану. Я, конечно, смотрю внимательно за дискуссиями, которые в нашем обществе происходят, за границей. Мы ничего не должны закрывать от общественности, ничего не скрывать. Но должны освещать эту работу, боевую работу объективно. И прежде всего, я отвечая на ваш вопрос, хотел бы выразить слово благодарности российским солдатам и офицерам, воинам России, за тот героизм, мужество, которое они проявляют в деле служения нашему Отечеству. А это именно так и есть. Выполняя сложные, опасные задачи на Донбассе и в Украине, наши военнослужащие защищают интересы России, защищают Россию. Президент Беларуси не просто так сказал о том, что, да и я говорил даже до начала операции, говорил о том, что столкновение с теми силами, которые воспитывались, пестовались Западом на Украине, столкновение с крайними националистами и неонацистами на Украине неизбежно. Это только вопрос времени. Они готовятся и ждут своего часа. А мы, как я тогда говорил, не позволим им этого сделать. Вот в этом логика наших действий. То, что происходит на Украине, а украинцы, я даже в сегодняшних трагических условиях хочу сказать, что это братский народ. Многие, во-первых, это возникло там в 19 веке еще, украинский национализм. Как мы знаем, он поддерживался в преддверии Первой мировой войны, прежде всего, австрийским генеральным штабом. Для чего? Разделяй и властвуй. Вот известная логика. Разделить российский народ, а потом по частям его подъедать. То же самое происходило в период Второй мировой войны. Как мы знаем, что и польские погромы, и еврейские погромы, исполнителями этих погромов были не сами немцы, а вот как раз это дивизия СССР Галичина, бандеровцы и так далее. Вся эта профашистская сволочь. Они уничтожали мирное население. И русских вырезали, и евреев, и поляков. Об этом все знают. А сейчас... Сейчас мы видим на кадрах украинской кинохроники, когда в зоне боевых действий на Донбассе стоят люди с нашивками СССР Галичина. Это говорит о том, что мы вовремя и правильно сделали, начав эту операцию. Иначе их бы было там еще больше. Что касается самого хода операции. И я часто слышу вопросы, а вот можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий. А интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача выполнить, достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. И мы будем действовать ритмично, спокойно по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом. Я уже об этом много раз говорил. Сейчас нет необходимости в ходе пресс-конференции все это повторять. И действия, связанные в определенных регионах Украины, были связаны только с тем, чтобы сковать силы, нанести удар и разрушить военную инфраструктуру, создать условия проведения более активных действий на территории Донбасса. А целью всей нашей операции, хочу напомнить то, что сказал ранним утром 24 февраля. Нашей целью является оказание помощи людям, проживающим на Донбассе, которые чувствуют свою неразрывную связь с Россией и которые в течение 8 лет подвергались геноциду. Вопрос только как... Илони, оккупация Украины, вы сказали. Да, и оккупация Украины. Значит, после признания их независимости это так и есть. Значит, вот так обстоят дела. И операция идет по плану. Теперь, что касается нашей логики. Логика простая. Ведь и в период подготовки Первой мировой войны, и в ходе Великой Отечественной войны определенную часть украинского народа и украинского общества, особенно связанную с западной идеологией, использовали против России. И сегодня, в наши дни, тоже пытаются использовать. Ну, те люди, которые стоят в военной форме с нашивками СС Галичина, ну, это просто подонки. Но есть и другие, которые им симпатизируют, не считают себя нацистами, но считают себя националистами. Но и они должны понять, что главная цель – это не помощь Украине со стороны Запада. Украина – это средство для достижения таких целей, которые ничего не имеют общего с интересами украинского народа. Вот в чем проблема. И вот в чем наша логика действий на Донбассе и на Украине в целом. Что касается Буча. Ну, послушайте, я разговариваю с коллегами из западных стран часто, до сих пор. И когда они мне говорят «Буча», я спрашиваю, а вы в Раке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто по самую землю был уничтожен сверху, американской авиацией. И там действительно трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дела никому не было до этого. Никто даже не заметил. Так же, как никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане, когда одним ударом уничтожали сотни и больше сотни людей на свадьбах. Тишина. Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии, когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче. И Александр Григорьевич мне сегодня давал документы даже. Документы, вот он так вскользь упомянул, которые переданы Федеральному службу безопасности России. Как, кто, у них перехваты есть соответствующие, на каком транспорте приезжал в этот населённый пункт и создавал условия для организации этой провокации и фейка. Теперь, что касается переговоров. Вот смотрите, мы вышли на определённый уровень договорённости в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины, а украинская сторона выговаривает в себе очень жёсткие гарантии безопасности, не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса. Затем, как вы видели, последовали наши действия по созданию условий для продолжения договоров, договорного процесса. Вместо этого мы увидели, столкнулись с провокацией в Буче. И, что самое главное, украинская сторона отошла от своих договорённостей в Стамбуле. Теперь уже требования безопасности – это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договорённостей. То есть опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию. Правда, мне сказали, что вчера вечером украинская сторона опять что-то изменила. Я пока этих изменений не знаю. Но вот такая непоследовательность по принципиальным вопросам создаёт известные трудности для достижения окончательной договорённости, приемлемой для всех на переговорном треке. И пока этого не будет, операция будет продолжаться военная до её полного завершения и решения этих задач, которые были поставлены в начале этой операции. Ну а что, что касается Объединённого Запада, вы знаете что? Это давно заметно. Думаю, что прекрасно видят это и представители средств массовой информации. Просто об этом неприлично говорить. Вот такая консолидация, она с чем связана? С обидным, унизительным положением Европы по отношению к своему суверену, к Соединённым Штатам. Ведь помните как-то про одного, не буду сейчас фамилии называть, про одного из бывших премьер-министров Великобритании, своя собственная пресса писала, называла его пуделем президента Соединённых Штатов. Ну разве не обидно? Но вот в таком же обидном положении по факту жизни находятся почти все руководители европейских государств. Только сказать об этом не могут. Ну неприятно говорить об этом, стыдно. А здесь вот агрессия со стороны России, единый общий враг. Очень удобно здесь объединяться и обслуживать интересы США. И всегда обслуживали. А сейчас можно делать это с открытым забралом. Не принимая решения, которые идут на пользу Соединённым Штатам, в том числе в области экономики. Но объясняя это необходимостью дать отпор агрессору. Вот что, на мой взгляд, реально сейчас происходит. Но общественность этих стран, особенно сталкиваясь с проблемами, которые создаются в ходе проведения такой политической линии, да, общий настрой, антироссийская истерика, она даёт о себе знать. Но время всё расставит на свои места. Уверяю вас, когда люди сталкиваются с ростом цен на бензин, на продукты питания, на рост инфляции, беспрецедентный рост инфляции, беспрецедентный, это будет отражаться на внутриполитических процессах. Они очень хотели, чтобы всё, что происходит, отразилось на внутриполитических процессах Российской Федерации. Они всегда просчитываются. Не понимая, что в сложных условиях российский народ, русский народ всегда сплачивается. Они увидят это. А у них, у самих, проблемы неизбежны. Они и нам хотят создать эти проблемы. И создают. Да, в некоторых отраслях будет непросто. Мы справимся с этими сложностями. Извините, очень короткий вопрос. Да. Пользуясь присутствием двух президентов, он может быть не сильно серьёзный. Где-то месяц два назад Александр Григорьевич Лукашенко несколько с обидой сказал, что просит у Владимира Путина, что вы до сих пор подполковник, чтобы он вам дал полковника. И вот если Путин даст полковника, то я Путину дам генералу. Вот что здесь правда, что здесь шутка. Александр Григорьевич не нуждается в том, чтобы глава другого государства присвоил ему звание. Он сам большой начальник. Я, как вы знаете, генеральских званий не имею, чинов. Но верно служу народу, и мне военные звания, конечно, они нужны прежде всего военным людям. А Александр Григорьевич, он там на переднем крае, ему эти погоны нужнее, чем мне. Но он сам. Было бы неплохо, если бы я тоже был полковником. Правда в том, что он мне обещал, но до сих пор не присвоил. Если обещал, сделаем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам.